Насколько такая погода, как сейчас, вообще считается аномальным? Вчера же и сегодня, в общем-то, мы не достигли абсолютных максимумов погоды нашего региона, обусловлено влиянием антициклона. Яркие солнечные лучи, они несут повреждающие действия, вызывая фитостарение. Лето у нас какое ожидается? Насколько жаркий, не жаркий? Сентябрь прогнозируется несколько выше нормы. Это достаточно распространённое мнение, что можно заболеть от кондиционера. Заболеть можно только от вируса. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Тема нашей беседы сегодня – «Как пережить жару». Татарстан накрыла аномальное тепло. Столбики термометров на этой неделе поднялись до 34 градусов выше нуля. Ситуация настолько непростая, что синоптики объявили штормовое предупреждение, а для аграриев, возможно, введут режим ЧАЭС. Так как правильно пережить такую жару? Какие прогнозы на это лето у метеорологов? И что делать, если вдруг стало плохо? Вот обо всём этом мы будем беседовать сегодня с экспертами в нашей программе. А разобраться в этой теме нам поможет заместитель главного врача городской клинической больницы номер 16 по клинико-экспортной работе, врач-невролог Сурженко Елена Леонидовна. Здравствуйте. Здравствуйте. И доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Ринатович Ауходеев. Тимур, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мы работаем в прямом эфире. Задать свои вопросы эксперту или поделиться своей историей, можете его. Для этого нужно прямо сейчас позвонить по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Это 511-9966 для Казани и бесплатный номер для регионов 8800-532-55. Звоните, мы ждём ваших вопросов. А кроме того, приглашаем вас приступить к нашему голосованию. Ещё перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте Торстан24 мы запустили опрос, где спросили у вас, уважаемые телезрители, а как вы переносите жару. Чтобы пройти на страницу с опросом, вам нужно прямо сейчас навести камеру своего мобильного телефона на QR-код, который вы видите в углу экрана. Таким образом, вы автоматически перейдёте на страницу с опросом. Ну что, страшная жара у нас стоит? Страшная. Вот насколько такая погода, как сейчас, вообще считается аномальной? Вот 34 градуса для лета – это норма или выход из нормы? Ну, я напоминаю, что у нас действительно третья декада июня, и жара, в общем-то, в июне – это не редкость. А в то же время нельзя сказать, что жара как-то не бывала. Конечно, были установлены рекорды. Так, например, 21 числа был установлен абсолютный температурный рекорд этого дня. Вчера же и сегодня, в общем-то, мы не достигли абсолютных максимумов. А максимумы для 22-23 июня составляют 34,5 градуса. И мы вот буквально десятые доли не добрали до рекорда 81-го года. Вы нам предоставили какие-то интересные графики, давайте к ним, может быть, обратимся. Действительно, в настоящее время погода нашего региона и в последние дни погоды нашего региона обусловлена влиянием антициклона, обширного антициклона, который, в общем-то, с собой накрыл всю европейскую часть России. И именно он обеспечил малооблачную погоду на нашей территории. При максимальной продолжительности светового дня это способствует такому вот интенсивному прогреву приземного воздуха. И при стечении всех этих обстоятельств аномалия температуры в настоящее время составляет около плюс 8 градусов в районе Татарстана. Так, например, сейчас среднесуточная температура превышает 27 градусов, в то время как в норме она должна была составлять около плюс 18. Однако и такая аномалия, в общем-то, наверное, не наверное, она продержится в ближайшие еще дни. Так, например, здесь представлен прогноз на декаду на 10 ближайших дней, после чего, в общем-то, характер погоды может измениться. А вот то, что сегодня дожди прошли, это как-то нам сглаживает ситуацию или же нет? Действительно, по поводу сегодня локально прошедших дождей, которые были связаны с близостью атмосферных фронтов и конвективной активностью, так как это была грозовая активность, они, конечно, несколько освежили и не позволили сегодня состояться температурному рекорду. Но с точки зрения пожарной опасности или какой-то облегчения для аграриев, существенных изменений не повлекли. Так, например, на метеостанциях сегодня наиболее вероятно будет зафиксировано нулевое количество осадков, так как к моменту их измерения, к 6 часам вечера, они просто испарятся из мерного ведра. Ну вот, тем не менее, очень жарко все-таки, да, на самом деле, действительно, на улице. И вот я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент сюжета, мы обязательно обсудим его сейчас, как переносят жару наши татарстанцы сегодня и вчера. Нет, это не Турция, даже не курорты Краснодарского края, это пляж Влаишево на минувших выходных. С наступлением жары люди ринулись к водоемам. Как сказали, что будет жара, я с детьми привела их. На Казанском пляже даже сегодня, несмотря на первый рабочий день многолюдно, жители города не остановили и предупреждение синоптиков, что впервые за долгие годы солнце настолько активно, что ультрафиолет крайне губителен и может спровоцировать рак кожи. Ему лимонат, воду, чай. Горячий чай-то это однозначно, потому что чем больше пьешь холодного, хочется больше. Горячий чай пьешь, он уторяет жажду. Дома жарко, открываешь окна, водой обтираешься, просладненько. Отдых отдыхом, а ведь есть и те, кто работают на улице. Асфальт на проспекте Универсиады сам себя не поменяет. У рабочих, пожалуй, главное правило – жилетка на голое тело. Да и привыкли уже к таким условиям труда, признаются молодые люди. В жаре привыкли, вот работаем. У вас из-за жары рабочий день не сократился, ничего? Нет. Воду пьем побольше. Роспотребнадзор сделал, наверное, самое народное предложение. Чем выше столбики термометров, тем короче рабочий день. Так, если температура выше 28,5 градусов, домой на час пораньше. А если температура приближается к 30 градусам, то можно и на 2 часа пораньше уйти. Ну а уж если градусы перейдут психологический барьер в 30, то сокрасить рабочий день на 4 часа. К тому же ведомстве предложили работодателям сдвинуть труд на улице на утреннее или вечернее время, а в самый солнцепек делать перерыв. Рина Леонидовна, вот как относитесь к такой инициативе? Кто вообще у нас находится в зоне риска в такую жару? Кому она особенно опасна? Конечно, все мы ждем лето, ждем солнце и хотим порадоваться этому солнцу. Но такие высокие температурные рекорды, они неблагоприятно сказываются на здоровье нашего населения. Особенно страдают в эту пору дети, пожилые лица, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы. Вот ранее наш метеоролог нам рассказал про сегодняшние осадки, но, к сожалению, повышение влажности в воздухе также усугубляет состояние здоровья, так как уменьшается возможность испарения, потери влаги. И таким образом любые температурные реакции, они, конечно же, приносятся тяжелее. А как нам правильно себя вести? Что есть? Как одеваться лучше? Может быть, какой питьевой режим должен у нас сейчас сформироваться? Надо, конечно, придерживаться советов своих лечащих врачей, если у вас имеются хронические заболевания. И обязательно перед началом таких температурных аномалий желательно проконсультироваться, получить консультацию либо участкового терапевта, либо кардиолога, если это возможно. Если это невозможно, средства массовой информации достаточно много нам предлагают различных вариантов, в том числе ношение натурального материала одежды. Она должна быть свободной, не стеснять наших движений, стараться не появляться на солнечных лучах напрямых в такие часы, как с 11 до 16 часов, когда наиболее ярко выражена инсоляция. А вот мы с вами увидели в сюжете, что все сразу же бросились на пляж, бросились загорать с сумасшедшей силой, конечно. Ну, хочется охладиться, это оно и понятно. Вот подскажите, как на кожу влияет такой загад? Согласна. Конечно же, около воды, на природе нам становится легче, отдувает ветерок, нам гораздо приятнее, повышается испарение влаги с кожи. Условно, как будто бы возникает ощущение легкости и беспечности. И мы начинаем забывать о том, что яркие солнечные лучи, они несут повреждающие действия, вызывая фитостарение кожи, вызывая сухость, появление пигментных пятен. И таким образом, что же делать? Как предотвратить такие, значит, изменения в коже? Конечно же, всем известно, что все рекомендуют использовать различные защитные средства с СПФ-фильтром. Вот какой он должен быть на ваших скалях? Лучше? Конечно же, лучше считается это 50+. Но нужно не забывать, что действие данного средства, оно имеет тоже временные промежутки. Если, например, мы можем находиться до получения эритемы, то есть покраснения кожи, так называемого легкого солнечного ожога, который может перейти потом в приятный загар в течение часа, то с использованием данного средства, СПФ-50+, мы можем находиться 2 часа. Заметьте это, это значит, что вы нанесли это средство на кожу и имеете риск получить ожог спустя это время. Но у нас есть же какое-то еще определенное время, когда нам лучше вообще не появляться на солнце. Конечно. Какие часы? Давайте озвучим. Чаще всего встречается эта информация о том, что это с 12 до 15, но сейчас рамки все-таки расширили. С 11 до 16 желательно избегать пребывания на длительное время на прямых солнечных лучах. Питьевой режим какой должен быть? Вот эти вот 2 литра воды или 3 литра воды в сутки, как рекомендуют врачи, именно в такое жаркое время, не должно ли их быть больше? Обязательно. Существует мнение, что повышенное количество жидкости может вызвать отеки или какие-то другие нарушения. Да, конечно, у пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами это может привести к увеличению объема циркулирующей крови, возникновению каких-то отеков. Но главное правильно соблюдать питьевой режим. Некоторые врачи рекомендуют увеличение потребления жидкости до 5 литров в день. Но, конечно же, если вы имеете какие-то заболевания, необходимо сначала проконсультироваться у врача. Но имея в то же время здоровый организм, исходно спортивную, подготовленную систему здоровья, можно употреблять жидкость. Но самое главное, что нужно пользоваться равномерными порциями в течение дня, не нагружать единовременным потреблением жидкости, не более 500 миллилитров единовременно можно употребить жидкости. Она должна быть прохладной, не холодной. Можно употреблять горячие напитки, но, естественно, при этом пребывать, допустим, в прохладном помещении. Из еды рекомендуется облегчить свой рацион, уменьшить потребление количества мяса, перейти на рыбные морепродукты, кисломолочные продукты. Но, естественно, можно употреблять такие любимые продукты, как мясо у некоторых наших граждан, в вечерние часы, в утренние часы, когда жара не столь явно выражена. А вообще вот эта жара, насколько еще, Тимур Инатович, будет продолжаться? Лето у нас какое ожидается? Насколько жарки, не жарки? Так, ну уже очевидно, что июнь окажется аномально теплым. Это в согласии с прогнозом Гидроцентра Российской Федерации. На данной карте представлено, что ареал, куда попадает Казань, ну, с положительной аномалией. И температура на аномалии может составить до плюс одного градуса. То есть это примерно сколько у нас будет? Это около плюс девятнадцати. В то же время, если мы говорим про первые две декады июня, которые вот уже состоялись, то средняя температура плюс двадцать три. И тут, в общем-то, те, кто может быть сейчас в силу занятости, не могут посетить Крым, то это примерно крымский июль. Вот так вот для сравнения. А продолжение же лета, которое тоже наверняка любопытно узнать. Например, на данной карте представлен июль. И в июле прогнозируется, что температурный фон составит около нормы, а в среднем многолетнем для июля это 20,2 градуса. И осадков около 68 миллиметров. А можем ли мы говорить уже, то есть так далеко загадывать, на август, на сентябрь, например? А также подобные категорийные прогнозы делаются и далее. То есть для августа также прогнозируется в пределах нормы, а сентябрь прогнозируется несколько выше нормы. Таким образом, для наших горожан, для жителей нашей республики, лето может оказаться немного дольше обычного. Но ведь оно и началось чуть пораньше, в мае. Помните, тоже было достаточно тепло, уже так жарко. Я вам скажу, даже так было. Лето, с точки зрения метеорологов, в этом году началось рано. Оно началось 9 мая, когда произошел устойчивый переход температуры через плюс 15 градусов. Но и в этом году было такое редкое фенологическое явление, что у нас синхронно, в общем-то, цвели черемуха, сирень и рябина. Они должны быть в норме, они разнесены, бывает, на около 2 недели. А в этом году вот так вот природа обманулась, и она не ожидала возвращения холодов. Действительно, вот такое. И это было идеальное условие для цветения плодово-ягодных культур. То есть всё-таки у нас будет такое достаточно тёплое и даже жаркое, я бы сказала, лето. Так получается, согласно прогнозу? Да, но в то же время это не отменяет несколько вот прохладных таких прохладных периодов. Так, например, в мае. В мае нам запомнилось как аномально тёплым. В то же время первая декада была достаточно прохладной. Вот, вторая декада стала самой тёплой в истории этих наблюдений. Так что, в общем-то, это средняя картина. А можем ли мы с вами говорить о повторении вот того горячего лета 2010 года? Помните, была стояла вообще страшнейшая жара? Это крайне редкое явление, чтобы у нас была такая ситуация блокирования, чтобы антициклон, установившись на нашей территории, стоял практически 50 дней. То есть атмосфера не статична, она сейчас динамична. То есть баррические образования перемещаются. И тот антициклон, который сейчас у нас тут властвует, он также сместится на юг. И уже к концу недели давление будет понижаться. И за близость фронтов также пройдут осадки. И, в общем-то, несколько улучшит для аграрии ситуацию. Вот не случайно мы с вами заговорили о 2010 году, потому что специалисты Яндекс.Погоды провели собственные исследования и выяснили, какие вообще в целом температурные аномалии были зафиксированы в разных городах России. Давайте вместе послушаем комментарии эксперта и обсудим его. Яндекс.Погода провела исследование, каким бывает лето в разных городах России. Мы смотрели на историю наблюдений температуры осадков по метеостанции. Больше всего выделяется лето 2010 года. Это лето было самым жарким и сухим для большинства городов на европейской территории России. В Поволжье, Казани, Самаре, Уфе. Лето 2010 года стало не только самым жарким, но и самым засушливым. И были побиты температурные рекорды. В Казани 1 августа было плюс 39, а в Самаре 2 августа было плюс 42,5 градуса. Утрина Леонидовна, если вдруг у нас повторяется такое же лето, как в 2010, не лишним нам будет узнать, как себе помочь? То есть вдруг стало плохо на улице, какая первая помощь должна быть оказана? Чаще всего повышение температуры сопровождается повышением температуры организма. И сопровождается также предоборочным состоянием. Что делать? В этом случае необходимо принять положение либо сидя, либо лёжа, если это возможно. Постараться провести обтирание влажными салфетками. То есть таким образом провести все мероприятия по снижению температуры. Воды надо пить или не стоит? Вода необходима. Если самочувствие не улучшается, конечно, необходимо обратиться к медицинскому работнику. То есть вызываем скорую? Обязательно. Потому что это могут быть и признаки теплового удара, и солнечного удара, или какого-то серьёзного сосудистого события. Если другому человеку стало плохо, мы это заметили, каковы должны быть наши действия? Конечно. Помочь человеку придать удобное для него положение. Обязательно создать тень. Помочь снизить температуру тела, если это возможно. Предоставить какие-либо охлаждающие напитки, компрессы, либо холодную какую-то смоченную, там даже элементарно, салфетку. Помочь человеку необходимо. Потому что каждый из нас может оказаться в такой сложной жизненной ситуации. Кстати говоря, как вы переживаете жару? Мы спрашивали у вас в нашем опросе, который мы проводим в нашей официальной группе ВКонтакте «Татарстан-24». Вот такой опрос мы запускали. Предлагали следующие варианты ответов. Тяжело, как вы переносите жару, спрашивали мы, да? Тяжело, почти ничего не помогает. Нелегко, но спасаюсь водой и кондиционером. Мне не холодно, не жарко. И легко, наконец-то, жаркое лето. И вот нас лидирует, обратите внимание, тяжело, почти ничего не помогает. Вот такой вариант ответа. Действительно, люди очень нелегко переживают вот такую вот жару. Какие-то советы, может быть, с медицинской точки зрения можем мы дать? Как вот полегче? Стоит ли действительно лежать под кондиционером? Можно ли тоже заболеть, простыть? Это достаточно распространенное мнение, что можно заболеть от кондиционера. Заболеть можно только от вируса, либо иного бактериального агента. Да, действительно, если вы будете злоупотреблять холодными напитками, холодным помещением, вы можете создать стрессовую ситуацию для своей иммунной системы, таким образом спровоцировать манифестацию какого-то инфекционного заболевания. Но само в себе пребывание под кондиционером, который отлажен, отрегулирован, отремонтирован, то в холодном помещении, наоборот, это будет наиболее комфортно. С выбором комфортной температуры. Вот так же точно, опять-таки, обращаюсь к этому сюжету, люди ринулись на пляже, понятно. Но ведь там тоже есть некоторые температурные разногласия. Будем говорить, в воде плюс 20, на поверхности практически плюс 40. Вот такой момент. Насколько влияет, не влияет на организм? Вход в воду должен быть постепенным. Необходимо ориентироваться на собственные ощущения, потому что резкий переход в холодную воду может вызвать ангиоспазм, в том числе спазм коронарных сосудов, что может привести к каким-то временным, либо более стойким проявлениям сосудистых заболеваний, связанных с болезнью сердца. Поэтому, конечно же, вброс в ледяную воду не рекомендуется. Обязательно нужно использовать дозированные, разумные, солнечные и водные нагрузки. Тимур Ренатыч, а помните, у нас буквально недавно Солнце было какой-то сумасшедшей активности. Вот как к этому фиксировали по шкале чуть ли не 6 баллов? Такая была активность у Солнца. Это что такое было? Солнечная активность и геомагнитная активность, она прямым образом, конечно, не выявлено влияние на климат региона. Она влияет на геомагнитную обстановку, то есть это такая космическая погода. А прямым образом на мгновенную температуру в Казани, конечно, такого влияния нет или не выявлено пока. Ну давайте, может быть, последние дадим прогнозы на ближайшую неделю, по крайней мере, о которой мы точно можем уже с вами говорить. Как будет у нас в ближайшие дни до выходных? Выходных как пройдут? Аномальное тепло не торопится покидать нашу республику. В то же время, в общем-то, такие вот интенсивное тепло и интенсивное солнечное излучение, которое присутствует, оно спровоцирует, в общем-то, и активную конвективную деятельность, а это грозы. Кроме того, в силу близости, опять же, фронтов, будут локально осадки, которые также несколько могут улучшить ситуацию. В то же время, в ближайшие дни, в общем-то, сохраняется пока вот такая вот пожароопасность в лесах, поэтому мы призываем не злоупотреблять. Быть аккуратными, да. Спасибо большое, Тимур Ренатович, спасибо большое, Ирина Леонидовна, за эту интересную беседу. Это была программа «Актуальный разговор», и сегодня мы обсуждали, как пережить жару. Спасибо, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите на колокольчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова